Действительно, шаббат заходит, а у нас, как говорится, не в одном глазу. Мы работаем, некогда нам шаббаты встречать. Точнее, мы сейчас встретили. Андрюш, привет! Шаббат мы встретили очень хорошо. Лично сам председатель клуба пожарил яичницу с беконом для коллектива оставшегося здесь сейчас в доме. А чтобы было сказано, что Вадим сказал, что первый раз в жизни я ел по еду, который хотел на бетон. Но все бывает в первый раз. Вот сейчас народ там у него заседает, обсуждают. Вадика запускаете. Смотри, Игорь. Дело в том, что нет, наверное, в этом смысла. Костя сейчас вышел на замену. Он заменил Антона. Костя свежий, бодрый, молодой лоб, который может далеко кидать. Команда Вильсона работает замечательно. Выполняет полностью программу, которую ставит перед ними тренер. То есть расстояние, которое он им дает, они спокойно делают. Поэтому нет смысла их менять. То же самое с ребятами в секторе А11. Как бы все там нормально, нет необходимости. Вот один из спортсменов у нас тут бродит по квартире. Можете, как говорится, в эфир. Здравствуйте всем! А что таким был? А, я пошутил. Он ну все нормально. Ребята взяли рыбку. 9 925. Сектор Си 23. Суки взвесили. Ура! Держим кулачки. Болеем за ним. Какие ключи отношения? Я не знаю, но это вы тут с вашими ключами, я тут ключом. Я даже не это самое. Нашел. Нашел. Он не успел тебе ответить. Тебе Чернов привет написал просто, но Игорь Чернов. Ну, возвращаю. Привет, Майя. Привет всем, кто присоединяется. Всем, кажется, шаббат шалом. Шаббат у нас заходит. Уже, наверное, зашел. Да, давно уже зашел, конечно. Пятница уже вечер поздний. У вас там уже вообще 11 часов. Да и для нас поздновато, я вам скажу честно. Но мы сегодня очень сильно задержались. Иногда меня удивляет вещи, которые происходят у с людьми, которых ты знаешь давно. И вроде как все с ними нормально. Взрослые люди. Но представьте себе ситуацию, когда мы уже уезжаем с водоемом. В 6.30 закрывается допуск на водоем. Всех выгоняют. Мы едем. Уже футболист едем забирать людей с зоны Эй. И вдруг нам поступает сообщение, что в зоне Си нет еды. Они сияют голодные. Потому что они заказывали тетеринг. Тетеринг по какой-то причине не пришел. Тетеринг должен был прийти в районе 11 часов утра. То есть мы с вами имеем 7 часов вечера. Тетеринга нет. Люди в 7 часов вечера вспоминают, что у них нечего кушать. Это как бы, ну как вообще вот это выглядит, да? Кроме того, я уже не говорю, что иметь какой-то запас 100%, даже рассчитывая на какие-то соревнования, нужно иметь запас, который будет, если вдруг что случится, его хватит до конца соревнований. Это раз. Два. Если такая ситуация, когда с едой, то об этом обычно говорят до того как. Тем более, что Олег сегодня дважды был в городе, он отвозил туда Антона, возвращался обратно, потом он давал ему отдохнуть, потом он снова возвращал туда. То есть как бы два раза ездил в город, если бы ему сказали, он конечно бы купил. Но проблема в том, что в 7 часов вечера все маленькие магазины местные, локальные, они закрыты. Они закрываются еще в 5. И работают только крупные суперы, которые находятся в городе, а озеро это не город, это за городом. Поэтому там как бы невозможно купить продукты. Ну короче, пришлось нам ехать в эту зону B, там есть буфет, заказывать для ребят. Купили ребятам два шикарных гамбургера за бешеные деньги, отвезли их, накормили. Ну, не знаю, для меня лично это странновато. То, что не довезли кетеринг, так если бы мне об этом сказали там в два часа, я бы поднял скандал, я бы начал там истерить и, не знаю, привезли бы. Или мы бы опять же привезли. Но говорить об этом в 7 вечера. Я с утра, меня Олег завез в зону A, пешочком я дотелепался до нашего сектора A11. Там я расположился, у меня уже был стульчик, который остался в память о Михе, который уехал. Там у них очень шикарное место. Если посмотрите ссылку на видео, которое я выставил на фейсбуке, так как в той зоне связи вообще никакой нет интернета. Поэтому пришлось мне там снимать видео вместо эфира. Вот. И это видео, ссылку на него, то есть я его загрузил на ютуб, посылку поставил на фейсбук. Можно посмотреть, увидите какой там шикарный сектор, там просто прелесть. Вот я там пробыл до обеда, даже умудрился у них поспать. Я все ждал, когда же они наконец поймают рыбу, чтобы в эфире показать. Да, Андрей. Я понимаю, я... Ты себе даже не представляешь, насколько, какие планы я строил, и моя семья, какие планы строила на этот чемпионат мира в Украине. Может кто-то не знает, но я вообще-то киевлянин, родился и вырос там. И, естественно, я там не был с 95-го года. И, естественно, я очень бы хотел там побывать. И мы строили планы с семьей о том, что вот чемпионат мира, поедем, возьмем неделю раньше или неделю позже. Обязательно поедем по местам боевой славы папочки. То есть меня, вот, покажу детям, где я жил, где я родился. Но, как вы знаете, не сложилось в чемпионатах мира в Украине, к нашему огромному сожалению. Я верю в том, что рано или поздно он там пройдет. Но пока приходится удовольствоваться Венгрией и этим подоемом, который мне, честно говоря, он мне нравится визуально, но я смотрю на результаты и я не знаю, что вам сказать. Я понимаю прессинг. Ну, мне кажется, здесь все-таки мало рыбы. Ну, не такой он уже и зарыбленный, как говорили. Ладно, это все отступление. Короче, ребят, я просидел до обеда, клевала рыба, но это был лещ. Потом я решил, что что там уже сидеть, уже близко к вечеру, скоро закрывается. И я пешочком потопал в зону Б. Ну, там, не знаю, полтора километра пешком. Короче, по очень красивым местам, по лесу, там, в общем, классно. Пришел в зону Б, я, точнее, до нее даже не дошел. Я об этом говорил, по-моему, в видео, которое, в стриме, которое я делал из сектора Б, в смысле, Б-2 наших братьев. Я говорил о том, что я не могу не вляпаться куда-нибудь, что, в принципе, и произошло как раз вот по дороге с Бильсоном. Там сцепились казахи с англичанами, и мне пришлось их разнимать и переводить. Но, слава богу, все закончилось благополучно. Хотите узнать, что там происходило, посмотрите предыдущий мой эфир оттуда из сектора братьев. Вот, и, ну, уже, естественно, братьев мы пробовали до финального времени. Как бы, я, а, да, я пришел как раз в момент, когда взвешивали рыбу, которую братья поймали буквально за пару минут до моего прихода. То есть это было тоже очень радостное событие. Рыба зачетная, и взвесили, как бы, все замечательно. Вот, но, к сожалению, по результатам последнего вечернего взвешивания, нас сдвинули с шестого места на девятое. Вполне нормально, потому что есть команды, которые были с нулем, и они сейчас начали ловить рыбу. То есть начинается изменение этих баллов рейтинга. Мы съехали на девятое место, но у нас есть шансы вернуться обратно. Ну, вернуться обратно, как бы, хотя бы снова туда, на шестого места, а желательно намного выше. Ну, понятно, сборную Молдавии нам вряд ли удастся догнать, разве что наши ребята поймают лохнесское чудовище, которое засчитают. По поводу Деседы, водоем очень красивый. Если его так плотно не забивать командами, как это было на этом ЧМ, то вполне может быть, что будет прекрасно ловиться рыба. Но здесь сейчас 28 стран и 28 двоек в каждой зоне. Это для этого озера, по-моему, просто перебор. Здесь нужно делать соревнования, где будут участвовать, ну, я не знаю, там, максимум 60 команд на весь водоем, чтобы можно было каждую двойку посадить индивидуально, чтобы были большие расстояния. То есть речь вот от этих спортивностей, я вам скажу, это, честно, ерунда. Потому что какая-то фигня получается. У каких-то команд, в каких-то зонах спортивность. То есть команды сидят в грядочку, там, 4-5 команд. В другом месте, в другой зоне, команда сидит, как король на именинах. У нее 40 метров, ее кусок, как бы, с ее рингом у 20. И до ближайших команд справа-слева еще по 40 метров. Это вообще шикарно. А есть команды, которые вообще, как бы, отдельно сидят. Потому что у них береговая линия так изгибается, что там по-другому не сделаешь. Где здесь спортивность, как бы, ерунда какая-то выходит. Если вы уже хотите спортивность, нас надо найти береговую линию, которая будет прямая. И там посадить все команды, сколько туда влезет, и все. И не рассаживать линдзи больше. Вот. Ну, это мое личное мнение, как бы. Подаем мы такие с рельефными, у которых очень неизвестная береговая линия. Мне кажется, они не очень удобны для таких мероприятий. Вот. Мы умеем ловить прессинги. Все это классно, но проблема в том, что... Ведь не только мы плохо ловили, и как бы у нас не получалось. Очень много команд, причем хороших команд, у них тоже были проблемы. Не могли уйти от нуля, или там одна рыба, и все. Так что здесь опыт, это такое дело... Тут все-таки, наверное, больше... Ну, я даже не знаю, как сказать. Ну, сейчас мы знаем, что на сегодняшнюю минуту, на текущую минуту, ловят тех, кто кидают за 180. Ну, вот как-то так. И тут опыт, не опыт такое дело. Так, народ сейчас идет сюда, будет шуметь. Поэтому я вкратце скажу про завтрашний день. Завтра, он, финальный день чемпионата. Чемпионат заканчивается в 12.30. Нам надо будет туда поехать с тремя машинами, для того, чтобы три бойки загружать по отдельности, а не заниматься этим геморроем, который делала эта... Как она называется? Ассоциация. Да, в Молдавии ловят далеко. И в итоге, как бы, то, что мы видели, лазя по берегу, так что все команды в итоге ушли очень далеко. Максимально далеко, сколько они могут. Нет, есть такие сектора, где нет необходимости уходить далеко. Скажем, есть сектора, в которых, например, там на стороне 70-80 метров находится какое-то что-то определенное на дне. Там, скажем, какая-то там зимовая яма, не знаю, канава, что-то. И там есть рыба. Замечательно. Как бы команда попала в этот сектор, попадает в эту рыбу. И все в порядке. Что такое стишок, я не понял. Она со стиком имеется в виду. Многие команды ловят без стика. Так что это такое дело. Завтра дождемся финала. Загрузим спортсменов. Отвезем домой. Дома перегрузим машины. Все, что... Личные вещи ребята заберут. Все, что касается аренды. То, что мы брали в аренду у Ливии. Значит, мы загружаем в ее машину, которую она нам дала. Отгоним машину к ней. Не знаю, если она там будет. Не знаю. Я бы ее поцеловал лично. Потому что, ну... Столько всего она для нас сделала. После чего отдых, мытье, бритье. Вечером в 6 часов, этот, как он называется, гала-концерт. Кила немного. Вообще в разных секторах по-разному сейчас. Гала-концерт. Можем торгануть билетом. У нас один лишний есть. Там никому не надо. 50 евро. После чего, опять же, отдыхать. В воскресенье. У нас официально дом до 11 утра. Но мы получили разрешение от хозяина пробыть здесь. Она, кстати, твоих лет, на самом деле. Значит, нам дали с Женей быть до 3 часов дня. Больше, к сожалению, они не могут. Потому что дом уже снят на понедельник. Им нужно его убрать после нас. Мы не то, что его сильно загадили. Но все равно надо полы помыть, подместить. Поменять белье и так далее. Все-таки дом не маленький. Работы много. Вот. Поэтому мы, как бы, я думаю, что соберем, загрузим машины. Все вещи в машину упакуем. Может быть, съездим там супер на прощание купить местные колбасы и сало. Вот. После чего, скорее всего, поедем в Будапешт. Искать каком-нибудь ресторан, где можно... Тиже-тиже-тиже. Порвели. Искать каком-нибудь ресторан, где можно посидеть, перекусить. Потому что у нас самолет только рано утром. И нам нужно где-то проволынуться все это время. Там 3 часа, по-моему, начинается посадка. Вот. Ну, как-то так. Как-то так вот все заканчивается. Погода. Опять же, хорошее днем. Очень жарко. Плюс 24, плюс 23. Ночью температура падает до 4. Ребята сегодня жаловались реально, что они за мною ночью. Вот. Но, как говорится, тут я помочь им не могу. Надо работать. Бегать вокруг сектора максимум. Внутри сектора. Подрать. Как и Клинин в тюрьме. Вот. Или там удочкой на хате. Все. Вроде сегодня больше таких никаких происшествий не было. Да. Как-то так день прошел. Я все сидел в этой зоне С. В зоне А точнее ждал поклевки. Хотел зафиксировать на видео. Хоть в одной зоне. Хоть какую-то рыбу. Ну. Не везет мне с этим. Да. Для меня они поймали леща, которого снимать было неинтересно. К братьям Вильсоном я опоздал. Я пришел к ним, когда рыбу уже отпускали. Пару фотографий есть, но это не так интересно. Что случилось с англичанами? Думаю, посмотрите видео, которое я выложил на Facebook. Там есть не видео, а прошлый мой стрим из сектора братьев. По-моему, он должен быть здесь, мне кажется. Да. Да. А, нет. А, нет. Это дневной тип эфир. Да. Вот он есть. Я его вижу. Я его вижу. WCC 2022. 23 число. Второй стрим. B2 Russian. Это вот тот самый стрим. Посмотрите. Там я рассказываю, что произошло. Я не хочу повторяться. Подолго. Короче, все закончилось хорошо. Все живы. Все нормально. Вот. Все. Пойдем мы, говорится, отдыхать. Потому что уже начало одиннадцатого у нас. Мы просто все как лимончики выжатые. И надо все-таки нам это тоже помыться. Да. Так как у нас одна это душевая. Джакузи, точнее. Кстати, тоже джакузи прикольная. Стоим голову помыть нельзя. Только сидя. Ну, потому что этот шланг душ, он максимальный, его подъем это на уровне груди. Да, не, можно, конечно. Выдернуть и стоять, и мыть. Но это не очень удобно. Вот. Так что приходится садиться. Ну, ладно. Все. Сегодня все. Всем шабад шалом. Командам неспокойно, неспокойно ночи. Сто процентов. Им это все уже пожелали. Да, сегодня день дождение нашего Миши Кулицкого и Ласкового. Мы его поздравили. А завтра Настя. Нет. Он там не слышит. И он должен проставиться. Понятно. Да. Конечно, турнир будет на кино. О чем вы говорите. У нас будет в ноябре, точнее, в ноябре будет соревнование семейное. Папа, мама, я. В декабре у нас будет кубок открытия сезона. В январе будет галилейский карт. В феврале будет закрытие сезона. Так что, как-то так. Всех поцелую, всем все передам. Главное не перепутать. Кому что делать. Кого целовать, а кому просто передавать. Все. Завтра тоже смотрите за моей страницей на Фейсбуке. Я не знаю, как все получится. Все же спонтанно получается. Есть интернет, есть время. Пошел. Вперед. Поэтому никаких предупредительных выстрелов по ногам не будет. Все сразу прямо в голову. Все. Как бы ребята работают. Мы отдыхаем. А вам тоже отдыхать все-таки, шаббат. Андрей, я не понимаю, о чем идет речь. И лучше об этом спрашивать в личке, а не в общем чате. Все. Еще раз шаббат шалом всем. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok